Друзья, всем привет! У нас сегодня уже понедельник, 16 марта, карантин продолжается, ограничений все не меньше, ограничений стало больше. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? Я тут много не запоминал, поэтому прочитаю то, что запретили делать по всей Литве. Первое и самое главное, это в Литву запретили въезд иностранцам. Там, конечно же, могут въезжать члены семьи, члены экипажов, могут завозить товары, то есть дальнобойщики могут ездить, я так понимаю, завозить товары. Не могут заезжать просто иностранные граждане, просто так, если они захотели, то есть как туристы, насколько я понял. Граждане Литвы, конечно же, могут возвращаться. Также запретили жителям Литвы вообще выезжать за границу. Ну, разве что в исключительных случаях, когда нужно там по работе, хотя я не понимаю, как кто-либо сможет выехать, если большинство авиарейсов отменяют, там поезда отменяют. Допустим, Польша вообще не пускает никого. То есть, ну, как бы в каждой стране одно и то же никто никого не пускает, но в исключительных случаях вы можете ехать. Как? Ну, ничего не понятно. Так, на границе с Литвой действует всего 8 КПП. Границу можно пересечь в аэропортах и в порту. 8 КПП. Так, все вернувшиеся люди, которые вернулись из-за границы, должны провести 14 дней в карантине. Интересно. На 2 недели закрыты все школы, садики. Это я говорил, школы, садики, университеты нас тоже закрыли. Следующий. Запрещена деятельность кафе, баров за исключением услуг доставки. Доставка еды работает. Да, я сегодня видел люди вот эти Болт или там, я не знаю, Уберфуд. Я не знаю, есть она или здесь нет. Я просто знаю, что есть такие сервисы. Вот эти люди, они продолжают работать. Ну, а работают ли всякие кафе, рестораны, мы сейчас все-таки пройдемся, все равно проверим. Зайдем в тот же Акрополис, наш любимый, самый большой. И, возможно, если я на это время поеду сейчас в центр, просто так приедусь, посмотрю, что там. Но скажу сразу, что сейчас людей стало намного меньше на улице. Запретили вообще все любые мероприятия. И на улице, и в помещениях все запретили. Кстати, в Клайпицкий порт запрещен доступ к круизным судам. Вот мне сейчас вот интересно. Если в Клайпицкий порт запретили доступ к круизным судам, как люди могут вернуться через порт? То есть там пару пунктов назад люди могут вернуться через порт, но в Клайпицкий порт к круизным судам заезжать нельзя. Ну, фантастика получается. Госучреждения не должны предоставлять необязательные услуги. То есть консультации необязательны. Подождите две недели. Следующее. Запрещено проведение культурных и развлекательных. Это понятно. Ни кинотеатры, ничего не работает. Это все понятно. Запрещены занятия в детских центрах. В центрах для пожилых людей. Это тоже понятно. Запрещено посещение пациентов в больницах, за исключением малолетних детей, если есть разрешение врача, детей и всех, кто живет в социальных учреждениях. Запрещены свидания в колониях. Ну, насчет больниц, конечно же, с одной стороны это правильно, потому что в больницу много людей с температурой, со всем поступают, и там в больнице это проще всего заразиться. Ну, опять же, там дети, все остальное, я не знаю, сейчас с детьми идти в больницу тоже опасно как бы. Ну, не опасно, не знаю, страшно. Просто все вот нагнетают вот эту обстановку, вот этот страх какой-то, и просто так, допустим, в больницу пойти с ребенком, ну, это страшно просто. Так, откладывают все плановые операции, за исключением обязательной медицинской помощи, консультации и другие необязательные мероприятия в учреждениях здравоохранения, включая прививки и лечение зубов. Все отложили. Все отложили. То есть кто-то там полгода готовился к операции, не знаю, сколько он еще будет готовиться. Ну, это лично мое мнение, поэтому свои мнения, пожалуйста, оставляйте в комментариях, я, конечно же, буду читать, если что, буду, конечно, комментировать, отвечать. Потом ограничен поток пассажиров в междугороднем транспорте, там один метр между пассажиров, и те же рекомендации касаются общественного транспорта. Еще где-то я читал, что должны быть какие-то контролеры и проверять, чтобы немного людей заходило в общественный транспорт. Но я все утро смотрел на остановку, у меня из дома видно несколько остановок общественного транспорта, и ни на одной остановке я не видел ни одного контролера, хотя, можно сказать, на наших остановках всегда заходит огромное количество людей. Поэтому поток ограничен, как ограничен, это вопрос. Также в Фейсбуке я читал, что там люди, да, на Антоке не видели, что были какие-то контролеры, которые там ограничивали, но я не понял все равно. Так, госсектор обязан обеспечить все необходимые и неотложные услуги от ненужных, можно отказаться, это касается и частного сектора. Посещение гостиниц и другие подобные помещения могут использоваться для изоляции людей по договоренности с муниципальными поставщиками услуг. Врачей, резидентов могут привлекать к работе, независимо от того, кому они подчиняются. Ну, как-то так. Карантин будет действовать до 30 марта, до конца 30 марта. Как-то так. Не знаю. Я думаю, что в основном это нагнетание, нагнетание, поэтому страшно. Я читал новости, и больше всего мне понравились новости в Беларуси, и там Минздрав так довольно интересно ответил, что сейчас многие страны запрещают въезд, там Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония запрещают въезд. Это не полный список, там стран еще много, которые запрещают въезд иностранцам. Но они не запрещают въезд жителям этих стран, гражданам этих стран. Ну, собственно, в Беларуси этих ограничений нет. И Минздрав написал вот такой вот ответ на множественные вопросы, почему же все-таки в Беларуси не вводят вот этот карантин. Ответ. Цитирую. Ни одно государство мира, которое применило данную меру, карантин, запрещенный въезд гражданам, не запретило въезд своим гражданам, потому что это невозможно технически и неправильно морально-этически, соглашусь. Все, наверное, забыли, что в настоящий момент из 8 завозных случаев коронавирусной инфекции в нашей стране 7 было выявлено именно у белорусских граждан, возвратившихся из-за границы. Или мы готовы отказаться от нашей молодежи, которая учится за границей, и других соотечественников, и не впустить их домой. Знаете, вот этот комментарий, он такой вот здравый получается. Всем говорят, приезжайте домой, приезжайте домой, быстро мы вас привезем, если вы не можете, мы вас сами привезем и так далее. Но, опять же, всех людей привозят, кто сам приезжает, ну, там как-то проверяют и все. И вот эти люди сами должны остаться в карантине. И, ну, а как они останутся в карантине? Вот просто была одна новость в Литве, просто к чему я веду, почему белорусы дали такой ответ. Вот была одна такая новость в Литве, что в Литве был выявлен один новый случай заряжения коронавирусом. Это был житель Критинги, который посетил Данию. Если я неправильно сказал, не обижайтесь, пожалуйста. Он посетил Данию, прошло несколько дней, он... Важнее, он посетил Данию, вернулся в Литву, потом прошло несколько дней, он почувствовал себя плохо, и спустя, там, не знаю, 3-4 дня он только обратился в больницу, где у него выявили коронавирус. И все это время он ходил по барам, ходил по кафе, пользовался общественным транспортом, так там было написано. И выявить всех, с кем он общался, невозможно. То есть, вот этот такой карантин, даже эта самоизоляция, она вроде и работает, но с той же стороны она не работает. Потому что граждане вернулись. Если... для меня, вот, знаете, я скажу так, нужно было делать так. Карантин нужно было объявлять еще раньше, и всех, кто возвращается, вот абсолютно всех, самолетами, машинами, всех нужно было не только проверять, а всех нужно было отправлять в карантин. Тогда был бы толк. А так, получается, приехал человек из Дании, погулял себе по Литве, заразил непонятное количество людей, и теперь этот вирус будет дальше передаваться. Ну, и получается, что этот карантин, он просто бесполезен, потому что он уже здесь, вирус уже здесь. И так в каждой стране сейчас, все, кто возвращается в ту же Украину, допустим, они тоже привезут вирус. То есть, ну, нельзя гарантировать, что все люди здоровы. Потому что этот вирус, как я читаю, он может проявляться вообще без признаков. Он может проходить вообще без признаков. Ты можешь быть переносчиком, но у тебя не будет признаков. Ну, какое-то такое непонятное сейчас все творится. Поэтому, ну как, я вам рассказал то, что я думаю, то, что я прочитал, то, что сейчас есть в Литве. Какие-то свои такие маленькие мысли, как говорится, думайте сами, выводы делайте сами, решайте, что делать сами. Мы особо не закупались, панике не поддаемся, потому что, ну, я сомневаюсь, что продовольственные магазины закроют. Потому что, если закроют продовольственные магазины, вот тогда начнется самая настоящая паника. А сейчас просто живем, ждем, что этот карантин закончится. Но закончится ли он 30 марта, как это предположено, это вопрос уже. Не знаю, закончится ли он или нет, я не могу сказать, никто не может сказать. Просто живем, смотрим, что из этого всего получится. В общем, ребята, давайте так, я уже много наговорил. Оставляйте свои мнения, комментарии под видео, делитесь этим видео. Да, некоторая информация уже запоздала, но я не хочу лезть вперед, не говорить, а там будет то-то, то-то, возможно, кто-то что-то сказал, а потом через день, а нет, этого не будет. Нет. Я вам рассказываю только проверенную информацию, та, которая есть сейчас, на сегодня. Что мы делаем дальше? Сейчас мы идем в Акрополис, смотрим, что в Акрополисе буквально, и потом, возможно, чуть-чуть проедемся по городу, посмотрим, сколько машин. И все на этом. Поэтому смотрим. Сразу давайте сейчас посмотрим. Мы на парковке Акрополис, и так мало автомобилей я здесь не видел никогда. Давайте я вам покажу. Смотрите. Вот если так, вкратце взять, да? Если так взять, вкратце. Вот. Вот. Парковка полностью пустая. Такого я не видел уже давным-давно. Просто-напросто. Вот так. Ну, здесь есть машинки, потому что здесь как бы так рядышком-рядышком можно встать. А там нигде, нигде ничего нет. Вот видите? Ну, пожалуйста. Только я катаюсь. Делать нечего. Еще какие-то люди. И все. Вот так вот. Так что идем смотреть, что там в Акрополисе. Акрополис. Акрополис. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok